Получается, что у некоторых действительно получается, мы висим друг к другу, потом собираемся. Все вот это, все подводящие упражнения, они были даны для вас, чтобы вы могли ощущать эту позицию, в которой я прошу вас всех двигаться, ходить. Кот получился, кто-то постарался действительно, даже младший, горжусь вами. Сейчас мы надеваем накладки, руководься на локотники и берем подушку. Немножко тебе подпишем. Вот это крайтотами. Когда ведется бой, мы знаем, что у нас есть определенный крайтотами. И сейчас мы будем пробовать с этого крайтотами человека каким-то одним действием сбить. Ты готов? Смотри, он сейчас будет любой действием, но ты не знаешь какой, но у тебя лапа здесь. Твоя задача не уйти назад. А ты, ты когда бьешь, тогда бьешь. Мы просто смотрим, как ты бьешь. А сколько ударов? Один только? Один. Сколько ударов? Один. Один. Я его размысляю. Хорошо. Давайте вместе подумаем, просто поразмышляем. Мне очень интересно, как вы размышляете. В чем ошибка у него? Давай, ты первый был. Он стоит, он обнимает нога, они должны высовываться. Чуть-чуть. И встав на пятки. Молодец. Что это? В пяток, да? Да. Он еще отрала. Класс, что это даже раздавит. Хорошо. Ты услышал свои ошибки? Мне пока нечего добавить. А, хочешь добавить? Стойка короткая. Ну, для него, я думаю, что и нормально. Ну, чуть дальше, мне кажется, ему будет немножко сложнее. Хорошо. По-другому наш товарищ. Что у него в ударе интересное? Давай еще. Покажи. Я тебя немножко подстрахую. Видишь, не ушел немножко, да? Масса тела. Что у него не так? Стоп. У него так-то, что он как бы передний ногой пьет. Ну, он может и передний, и задний, да. Он просто слегка пьет. Что? Ну, вот я. Срывается, да. Ну, что самый важный момент? Работа. Петро. Ну, старше пояса, вы должны видеть это. Давай еще. Старше пояса, значит, слишком палевный. Ну, да. Стоп. Ну, она должна выпрямляться. Ну, иногда, иногда. Нога у него согнута, как она едет. Он, получается, уже бьет согнутой ногой. Но, в основном, это удар больше отталкивающий. У нас есть и отталкивающий, и бьющий. Он бьет отталкивающий, чтобы понятно, что мы его оттолкнули. По сути, все действия его верны, но он делает вот такое вот движение. Называется колесо. То есть вместо того, чтобы сбить или сбить, немножко протолкнуть, ты отсюда бьешь. То есть ты тратишь, во-первых, время, накручиваешь, и потом бьешь. То есть если бы этот человек, ну, готов бить? Если бы был более опытный, он бы немножко отошел. И ты бы провалился. Потому что вот это движение как раз для секунды. Секунда. И ты ушел. Сейчас вы будете делать свой одиночный удар. У каждого он свой. Вот там вертушку, вот просто удар рукой, вот это боковое там удар. Но вы должны с край-котами, тут как раз палочек много, столкнуть. Но, пожалуйста, не делайте вот это движение. Например, я буду бить прямой рукой. Я не буду сильно бить. То есть специфика, что если вы бьете, пожалуйста, вот это мы выбираем. Подойдите до той, примерно до того расстояния, ребята, чтобы вам было удобно. И просто чуть-чуть бейте. Все. Вот даже миллиметрик в человек ушел, это уже ваш вы. Потому что там черта, шаг, все. Пока одиночный удар, я просто смотрю, как вы что бьете. Поехали. Делай, делай, не смотри на меня. Не жди одобрения, поддержки, ничего. Просто делай. С места. Без предупреждения. Душира. Молодец. После этого, когда сделала... Молодец. Побыстрее. Побыстрее. Теперь. Пойди. Пойди. Сейчас я пойду, пойду. Ребята, давайте. До некоторых тренировок, конечно, сложно переправить ваши годы на работах и в этих ударах, но просто еще раз основу ваших ошибок. Я всех посмотрела. Вы пытаетесь сбить сильно, но при этом вы толкаете человека. Поймите, что, например, если будет судья судить вас, и вы понимаете, что вот тот человек на крае татами стоит, и вы просто толкнули, не важно каким ударом, вы просто толкнули, но это же не будет для вас как плюс, это будет для вас как минус. То есть ваша задача как-то вот не удлинять движение, не важно, бокой вы бьете, ногой вы бьете, вертушку бьете, разные, да? Но вот стараться как-то немножко больше быть собранным. То есть вот почему вот мы делали различные упражнения на вытяжке, на позиции, чтобы почувствовать, что вы собраны. А пока получается, что у некоторых это собрано просто в какое-то такое кисель, в киселеобразное состояние. То есть вот соберитесь, попробуйте сделать действие, пусть оно будет не такое сильное, пусть там человек даже ни на сантиметр не сдвинется, но если вы бьете прямой удар, вы сделали прямой удар, вернулись, и вы готовы еще встретить этот прямой удар. Если вы бьете колено, вы не с таким размахом и вперед не накидываете на человека, попытайтесь прям бедро максимально расточиться. Если вы понимаете, что нога была вперед, то тут еще это медленно. Попробуйте еще раз, чуть-чуть поднял смысл. Попробуйте не торопиться, пусть это будет давайте по пять ударов и поменялись, но это прям хорошие, качественные удары. Просто постарайтесь. Попробуйте. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если бы ты кушала компоты, вот ты раз ягодку, два, три, увлеклась. Хороший комфорт, тебе нравится. Ну и делай красиво. Получай, как сказал Артур Крымов, получай с этого удовольствие. Тогда только ты эндорфин будешь получать вот этот. Тогда ты будешь радоваться. А когда ты будешь приходить и печалиться, ты будешь страдать. Делай. Хорошо сделай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА